Значит, на запрос 13.10.17 года в Голосейской администрации 3 минуты, и ты не перебиваешь, был подписан меморанд про партнерство и сферправию. Епифанов, послушай, пожалуйста, отвечайте на свой вопрос, Жень. Вот, подписал голова Бондарь, подписал начальник управления полиции, который не имел права Куленко, и подписал начальник штабу Марии Марио Игорь. Марии, 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 официальная фамилия, но Мария. Про что? Про спив прачек. Отсюда у меня, как у правозащитника, возникает вопрос. А на каком основании вечером 13.10 выезжает группа во главе с Сергеем Бондарем, кстати, неоднократно сталкивались, и по-моему, ни я, ни Женя, ничего конкретно дурного сказать не можем, потому что когда был конфликт интересов, мы приехали, поговорили, решили вопросы. Почему была агрессия здесь, я понять не могу. А не касается Громадской Рады вопросов? А это касается Громадской Рады, потому что Юрченко перевищил свои службовые повноважения. Непонятно по каким причинам берет Сергея Бондаря, ведет его с подачи Назарчука в Краивку. Что до засуджения дей, да? Я прошу. Вы меня не перебиваете. Краивка его погодживает. И Юрченко, самое интересное, подождите, говорит, что вот я привел кандидата, которого погодила Громадская Рада, среди на альтернатива. Ребята при этом сработали правильно, включая Герасимчука. Они сказали, что, говорит, да, это как очередной кандидат, мы не против, раз в Краивке. Но благодаря усилиям и подкоперным выборам Назарчука и Юрченко, которые же были присутствовали при подписании три валины. Уже было вот такой валины. Большое. При подписании этого меморандума, в данном случае, я обвиняю Назарчука и Юрченко. Так там витеси внимания Назарчука и Юрченко. Правильно, но есть фотографии, есть вичдоки, так называемые. Что ты присутствовал. Если бы ты нормально отреагировал, поставил на громадскую раду, как бы Сережа высказал, и точно так же, как сегодня, уже после этого конфликта интересов, сказал, что, ребята, давайте садись за стол переговоров, кто патрулировал, давайте вместе с вами, никто бы не был против. Ты это все сделал с тихоря. Дальше. Подожди, Сережа, теперь ты получаешь. На прошлом заседании, после того, как ушла Варта Голосеева, послушай, пожалуйста, это тебе обвинение, потому что в порядке... Я буду вносить предложение по поводу голосования, так что слушайте внимательно. На заседании, после того, как Варта Голосеева и все остальные, включая Павлиду, которая возмущается четыре раза, ничего здесь не делалось, как только приходит громада, ты провокационно, с подачи Назарчука, громада на последнюю очередь, да вы ж никто, вы ж быдло. Вы ж быдло, вы сидите, жди, нету, у нас свой порядок. Я бы записываю, это или нету? Записывай, записывай. Именно такое же отношение у тебя к громадянам. Потому что по всем объектам, которые люди приходят, они сидят, ждусь в конце, в ритмах, пока вы наговоритесь, Ваше Величество. Почему ты лично не проконтролировал, когда ушла Варта Голосеева, не золото хлебавши, после этого встают два представителя СИ-14, члены громадской рады, и уходят. Через 15 минут перестрелка. Они туда пошли, я почему не пошел Варта Голосеева, смотрите, куда они пошли. Есть видеозапись, есть, еще раз, я не могу сейчас разглашать информацию, яка существует криминальной справой. Тут вот на Сергеевне 200%. Есть наемница следствия, следствия, есть видеоспостережение, с камер видеоспостережения, снято плевку. Вот, чекайте. Вашу позицию... Значит, Голома в курсе был, не проконтролировал, меморанд на подписании меморандума, в курсе того, что відбувается. На меморандуме подписал. Не подтвердил ничем, одну секунду, не подтвердил ничем, что Сергей Бондар является членом муниципальной варты. Жодного документа в Краевске не давал, и также при погоджении, при подписании этого меморандума. И с меморандума не вбачается, что с 14-й мае право в камках виходить в ночное патрулювание, и особисто, чому пришла варта голосовая, теперь я поясню. Мою дитину вночі зупиняє 20 осіб у форме и питаю, дай мне свой паспорт. После того, как дитина отмолняется и поясняет, что это противоправные действия, что они имеют право это делать исключительно с нарядом политики, но он это говорит русской языкой, то тогда заявляет, что мы тебя тут научим, не разговаривать, а ты собачий. Я принципиально разговариваю, теперь буду на русском языке. Юрий Александрович, скажите, а можно сразу предложить? Мы просто с Сергеем на эту тему разговаривали, честно скажу. Знаете, я как-то с Сергеем вижу адекватного человека, может, скажем, ребята, которые попадают туда, знаете, к сожалению, это зависит... Да, у руководителя многое, что зависит на самом деле. И мы ему это говорили, я буду это публичать. Послушайте, у меня есть принципиальное предложение. Смотрите, просто обвинять всю организацию из-за каких-то там, скажем, шайки людей. Это не шайки, потому что полиция из-за кубала просто ей больно. Юрий Александрович, я вам принципито скажу. Вы узнаете тех людей, которые там были? Или человек, который там находился? Я думаю, что Сергей сможет вывести свою организацию, если вы покажете пальцем, кто конкретно ввел себя в таком случае. Я это завалю на русском языке. Вы зайдете сюда муниципальные аванты? Секундочку, даже вот в голове организации. Я не думаю, что Сергей разделяет это поведение в своей организации. И может, кто не знал. Может, я закончу, я извиняюсь? Да, покажете пальцем конкретно, кто это говорил. Или человек узнает, кто это делал. И это может Сергей примет адекватные меры, и он в лучшем случае их там не станет. И это будет нормально. Это будет показательно для всех, что в какой организации и как надо себя висеть. Это конструктивно. Теперь у меня вопрос к Сергею. Скажи, пожалуйста, Сереж. У нас не обороны облетания. Не, ну подождите, мне же надо выяснить отношения. Послушай, пожалуйста, Сереж, скажи, пожалуйста, 13-го и 10-го приезжал ли наряд полиции? И сколько было нарядов полиции? И кто из вас показывал документы о том, кто вы и на каком основании вы находитесь? Было такое? У меня здесь эвакуация межи хрюкнений. Так что, паня Юрьевна, я готов тебе ответ таки ответить и ответить. Хорошо, я тогда пропозиция. Просто перевищу регламу. Прошу принести на голосование решение о вернении к институтам громадского сообщества, о возникновении Юрченко и Бондаря в связи с теми обстановлениями, что сейчас происходит в районе. Спасибо. Я имя было знанено. Я тут маю право к интернете. Тут сказано было Леолю Александровну, что я отношусь к громаде, которая не есть членом Героинской Рады, как до Битва. Ольга Александровна, я членом Назовчук Олег Митрович. Я членом Пробедня, членом представления ОСІВСКО района. А ты мешканец в ОСІВСКО район? Я маю инвестицию в ОСІВСКО район, я могу жить. 13 квартал Дмитра Олсенка 6. Это мое какое-то свидетельство, или нет? Я все життя... Поясни, каким образом ты появился в стране. Не перебивайте, потому что у нас есть люди. Поехали. Назвали так, что я плываю на голову, и громада есть бедлоками, твоих служб. Я тут поясню, и это много кто знает. Я членом ГолосІВСКО, Червоного Хреста, членом управления. Благодимную деятельность, я думаю, что много кто знает. В том числе и организация социум, которая в свой час помогает. Червоний хрест социум. Далее. Карим Кавильник, что может подтвердить голова. Я допомагаю перед тем, что или нет? В громаде ГолосІВСКО района. Дальше. Я допомогаю спилку АТО. Допомогает или нет? Спилку АТО. Допомогает или нет? Я думаю, что... Ну, не знаю. Я отношусь до громадян ГолосІВСКО района, до громады ГолосІВСКО. Олеж, я тебе сказал... Мы не будем разбираться от того, что у тебя финансирование при безработице. Если ты не работал никогда в жизни, после того, как тебя уволили с Беркута. Получи, пожалуйста. Я сейчас про это. Я тебе про то, что ты провоцируешь Курченко, чтобы он к населению отнесет этот путь. Извините. Меня оскорбляют здесь. Кто никогда не работал, меня выну из Беркута. Извините меня. Лёня. Извините. Нет, у меня нет предвзято. Я в Беркуте не служил. Я служил в ОМОНе. В 90-м году в Беркуте уволился. Ты прекрасно знаешь, как он в Беркуте, я говорю. Не надо, чтобы я сейчас поднимала путь. Не надо, чтобы я сейчас поднимала путь. Не надо, чтобы... Лёля, может... Когда СИ-14, люди у тебя под домом будут ночевать, если я работаю. Значит, Лёля, если ты крушешь картину... Здесь находятся люди, которые я не хочу сейчас устраивать. Если ты хочешь... Не, так ты устроить чего? Я не понимаю. Меня обвиняют в громадского активиста, который, знаешь, войдет. Олег, побойся Бога. Я тебя очень прошу. Не, ну тогда я не знаю, что сказать. Я тогда... Конечно, ты не знаю. Можешь продолжить это дело? Можешь продолжить это дело? Пан Голова, мы уходим? Да, да, да. Серёжа, дать лампу. Извините, шановни. Зі сторони Гори Пачин, против якої сегодня надійшло деколька для советских организаций, подмежницей. Щодо их хамской поведенки, розумієте, знову продолжается взрыв роботи, продолжается сфинувачение, розкрепление, и знамага до людей. Я закрываю заседание в связку с реальностью. Я поставила на порядок денный курс. Клоуны. Правильно, клоуны. Клоуны. Правильно, клоуны. Серёжа. Продолжение следует...